Филателисты и нумизматы. Пожалуй, первые, кто приходит на ум, когда заходит речь о коллекционировании. А вот кто такой плангонолог, мало кто сразу ответит. В Ёжкороле их всего двое. И совокупное количество единиц в их коллекциях скоро перевалит за тысячу. Именно эти люди чаще всего слышат в свой адрес вопрос, что в детстве не наигрались. О взрослом увлечении куклами в нашем следующем сюжете. Но таким образом можно вывести и фломастер, и ручку, и прочие пятнышки. Зачем куклу мазать зоошампунем и заворачивать стрейч-пленку, спросите вы. О, это грустная и очень поучительная история. Но давайте все по порядку. Так будет гораздо понятнее и интереснее. А началось с того, что наша съемочная группа оказалась в гостях Ольги Токаревой, которая с 2016 года увлеклась коллекционированием кукол. Доброе утро, мои дорогие девчонки, мальчишки, куклодочки, куклосынишки. Как здорово, что вы у меня есть, я есть у вас, мы все вместе. Давайте радоваться новому дню. Вы можете представить, к примеру, коллекционеров пачек из-под сигарет или пивных бутылок, который бы разговаривал со своим объектом обожания. Нет, конечно, такое допустить можно, но согласитесь, с куклами это делать куда приятнее. Все же есть в этих игрушках нечто человеческое. Это, с одной стороны, пугает и привлекает. Впрочем, для нашей героини ее подопечные несут только добро и позитив. Конечно, куклы, они неодушевленные, вернее, они не живые, но они одушевленные. У каждой есть свой характер, свое настроение. Есть такие, встречались ситуации, когда вот хочешь создать кукли, там сшить, ну, предположим, зеленое платье. Вы знаете, изведешь кучу материала, не получается. А возьмешь, предположим, ну, розовую ткань. И, понимаете, на одном дыхании сшилось. И понимаешь, что вот не хотелось кукле то платье, а вот захотелось совершенно другое. Так вот у меня вот стоят одинаковые куколки Инны, фабрики Весна. Вот в середине вы видите Мальвина. Куколка попала ко мне с совершенно ужасными волосами, их не удалось сохранить. И я ее собралась перепрошивать. Так вы понимаете, я ей показала несколько вариантов. И вот отозвались именно вот, отозвались голубые трессы. Девочка захотела стать Мальвиной. Каждая кукла имеет свой характер и душу, считает Ольга Константиновна. Они даже умеют показывать свои эмоции. Не верите? Сейчас наша героиня попытается развеять ваши сомнения. У меня даже есть куколка. Ее принесли от мусорного контейнера. Подобрали, принесли мне в ужасном состоянии. И вот я ее отмыла, поменяла, почистила глазки, ну то есть поремонтировала. И поставила перед зеркалом, побежала на работу. Работа у меня вечерняя. Прихожу вечером с работы, сфотографировала. Прихожу вечером с работы и снова ее фотографирую. Вот если будет интересно, есть для сравнения. Девочка увидела себя только-только-только и вот уже провела у зеркала определенное какое-то время. То есть, понимаете, недоумение, удивление, сменяющееся какой-то радостью. И тут вдруг уже я ли не королева, кто в этом сомневался. Быть коллекционером кукол весьма затратное увлечение. Такие вот экспонаты могут стоить от 10 тысяч и до бесконечности. При этом зачастую фанаты покупают кукол у мастеров без одежды, парика и даже четко прорисованного лица. Все это приходится заказывать у других специалистов. Так что стоимость готовой куклы в итоге взрастает в разы. Правда, цена действительно оправдана. Ведь некоторые куклы выглядят как настоящие произведения искусства. Куклы БЖД Болл Джон Долл переводится как шаровая шарнирная кукла. Это кукла, которая состоит из отдельных деталей, как человеческие части тела, собранные на жгут. Строение шарниров позволяет кукле принимать практически любую человеческую позу. Изготовляется она из качественного полиуретана. Интересна кукла тем, что если заказать куклу Бланк, это просто кусочек пластика в виде куклы. Если ее надо нарисовать, нарисовать ей мейк, ей можно менять глаза, глаза вставляются, можно менять парички и получать таким образом, делать какой-то определенный новый наряд и получать совершенно новую куклу. Кроме того, что Ольга Токарева коллекционирует куклы, она еще и занимается их реставрацией. Наш сюжет как раз и начинался с оказания помощи одной из любимец героини. Вот этой куколке пятно на щечке. Я его пыталась отмыть, оно не отмылось, к сожалению. Поэтому сейчас мы будем его выводить, начнем его выводить. Немного зоу-шампуня, стрейч-пленка и несколько часов солнечных ванн. И кукла, как новая, любит своих подопечных наша героиня. И даже самая заветная ее мечта связана с куклами. Ольга Константиновна грезит создание музея игрушек. И кто знает, может совсем скоро в столице нашей республики появится новая, уникальная достопримечательность. Субтитры создавал DimaTorzok